Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очередной тест-драйв и сегодня мы с вами протестируем тональный крем от компании Ruby Rose Выглядит этот тональный крем вот таким вот образом Это обычная, я бы сказала, пластиковая туба Как какой-то обычный крем, я бы сказала, очень даже простенько и дешево выглядит И, кстати, стоимость этого крема тоже очень-очень бюджетная Прям, ну, очень бюджетная Я купила его за 39 гривен в магазине, который у нас в городе называется Аврора У нас целая сеть этих магазинов В общем-то, я не знаю, где конкретно еще его можно купить Но в моем городе я нашла его именно в этом магазине Но знаю точно, что в любом интернет-магазине этого бренда Ruby Rose просто навалом И это очень-очень бюджетный бренд Помню еще, так сказать, со своей юности, с детства, когда у мамы что-то было из этого бренда И, честно говоря, я не совсем уверена в том, что этот бренд очень качественный и очень классный Я знаю очень много косметики этого бренда, которые, ну, просто отвратительного качества Поэтому, насколько этот тональный крем будет хорош, я тоже пока сказать, увы, не могу Потому что я раньше не пользовалась тональными средствами от Ruby Rose Ну, в общем-то, называется этот тональный крем Art Professional Makeup HD Liquid Foundation, жидкая основа У меня в оттенке 0.1 И, в принципе, больше ничего здесь об этом креме не написано Кроме того, что его нужно хорошенечко встряхнуть перед тем, как наносить И еще написано, что после открытия им можно пользоваться 12 месяцев, но не больше Кстати, купила я его за 39 гривен, это очень дешево Выглядит внутри он вот таким образом, он запечатан В общем-то, буду открывать, будем смотреть, нюхать, пробовать Мне, честно говоря, очень интересно Я находила на ютубе обзоры на этот тональный крем И много кто хвалил его, честно говоря Не знаю, похвалю ли я его Я скептически отношусь к таким бюджетным находкам, так сказать Потому что много бюджетной косметики, совсем отстойного качества В общем-то, вот такой он внутри Он не слишком светлый, но не слишком темный Кстати, консистенция не слишком плотная Текстура, конечно, кремообразная, но Такая, знаете, податливая, очень мягкая И, я бы сказала, немножечко как бы водянистая Ну, как бы вот наношу рукой Разглаживаю, то Разносится по руке очень даже хорошо Ну, кстати, его заметно Он не быстро впитывается, это 100% Ну, оттенок вроде бы должен мне подойти Он такой светленький И мне кажется, что финиш будет такой статиновый Немножечко влажный и сияющий Как вы видите, на мне ничего, в принципе, кроме моего дневного крема И немножечко макияжа глаз нету Крем я использовала Нивеа Вот такой вот дневной Я пользуюсь им практически всегда Мне он подходит, он мне нравится На нем отлично держатся любые тональные средства В общем-то, у меня есть немножечко сыпь с этой стороны и с этой Посмотрим, как этот крем справится с этим всем Кстати, пахнет он, в принципе, приятно Есть какая-то такая душка, как бы Как парфюмированная, что ли Но, в принципе, запах не сильный, не резкий И не противный Это очень важно Потому что много бюджетной косметики пахнет очень неприятно В общем-то, буду наносить двумя способами, как всегда Кисти, спонж влажный В общем-то, поехали Что еще хочу сказать СП-фактора, кстати, нету А объем у нас 30 миллилитров Да, 30 Все стандартно, прикольно Надеюсь, что продукт будет не слишком плохого качества Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, собственно, я закончила наносить тональный крем Что хочу сказать Финиш действительно такой влажный Довольно-таки сияющий Но, что самое интересное Он все-таки что-то перекрывает И, конечно, я не могу сказать, что это среднее какое-то покрытие Или плотное Нет, скорее легкое Приближенное к среднему Но не плотное однозначно Но, тем не менее, красноту, кстати, он перекрыл довольно-таки неплохо Честно говоря, немножечко так удивляет Потому что я ожидала, что он вообще ничего не перекроет И никак не усядется на лице Но пока все смотрится, в принципе, неплохо Давайте я вернусь минут через 10 Посмотрим, какой финиш будет спустя время Когда он немножечко все-таки усядется на моем лице А пока не переключайтесь Ну вот и снова я Прошло где-то минут 10-15 После того, как я нанесла тональный крем Вот эту вот малышку Что хочу сказать Финиш по-прежнему влажный Он все-таки липкий Потому что если вот так потрогать лицо То на руке немножечко остаются следы тонального крема Поэтому его обязательно нужно зафиксировать пудрой Я буду использовать вот такую вот пудру от LCF Продается в Еве Как вы видите, она у меня уже, конечно, затерлась до дыры такой большой Но я очень люблю эту пудру Она очень бюджетная и довольно классная Ее на лице абсолютно не видно Она никак не меняет ни цвет, ни текстуру тональных средств И она действительно матирует И держится довольно-таки длительное время на лице Поэтому буду использовать именно ее И возьму такую мягкую кисть И немножечко закрепляю наш тональный крем В общем-то блеск ушел И все смотрится довольно-таки хорошо Сейчас немножечко ближе покажу вам тональный крем на лице Прыщики мои, конечно, заметны Но все равно не так сильно, как до этого На лбу все тоже довольно-таки хорошо смотрится И на щеках как бы все достойно Если честно, немножечко я под впечатлением от этого продукта Пока что Я не знаю, конечно, как будет к концу дня Но пока, конечно, немножечко такой эффект шока есть Давайте немножечко сделаем себе скулы Чуть-чуть румяшек Возьму я для этого вот такую вот палитку от LN И немножечко сделаем скулки Я не люблю это слишком ярко Поэтому немножечко, чтобы чуть-чуть затемнить Не забывайте о том, что мы наносим Вот здесь вот у нас кость идет скуловая Но мы наносим на нее и растушевываем вверх Чтобы не сделать себе слишком низкие щеки Ну и наносить нужно столько, сколько вам нравится Я, например, наношу совсем чуть-чуть И я выбираю такое более светлое, более дневное Мне этого, в принципе, для повседневной носки хватает Теперь немножечко румяшек Беру ту же самую кисточку Она у меня такая не слишком толстая Более такая худенькая, я бы так сказала И вот здесь вот немножко наносим И давайте, наверное, уже и хайлайтер нанесем Беру вот такой И вот так Этот хайлайтер такой дает нежное свечение Не навязчивое ни в коем случае Как раз то, что я люблю Сиять слишком ярко я не слишком предпочитаю Но все же Немножечко добавим Ну и, собственно, пока макияж я оставлю в таком виде Посмотрим, что будет спустя какое-то время Сейчас у нас час дня И вернусь я к вам где-то часов в шесть Я думаю, мне такого времени хватит Чтобы понять что-нибудь для себя Об этом тональном креме И затем уже расскажу свои впечатления В общем-то, до вечера Ну что, мои хорошие Снова всем привет Наконец-то я уже вернулась к вам Сейчас на моих часах 18.03 И, в общем-то, я готова поделиться с вами Своим впечатлением От ношения тонального крема Под названием Ruby Rose Art Professional Makeup В общем-то, на моем лице он пробыл уже 5 часов Как вы видите, лицо мое выглядит не так уж страшно Я бы так сказала Уже, конечно, блестит сильно мой лоб В принципе, под глазами и на носу тоже все блестит Но не так сильно Мне кажется, щеки мои не так сильно блестят Потому что я чаще всего трогала эти участки Своего лица, чем лоб Поэтому здесь не так сильно выражен жирный блеск В общем-то, что хочу сказать В ношении тональный крем проявил себя довольно неплохо Все было комфортно, дискомфортно Каких-то ощущений там Чувство стянутости, жжения, жара какого-то, покалывания Или просто стягивания Ничего такого не было Все было довольно-таки хорошо На запах этот тональный крем пахнет довольно-таки приятно SPF фактора нету Объем довольно-таки стандартный Неплохо, 30 мл Не знаю, сколько представлено оттенков Но знаю, что оттенков где-то 3 точно есть У меня самый светлый 01 Он подошел мне, в принципе, достаточно хорошо С шеей сочетается вообще отлично И по истечению 5 часов этот тональный крем не окислился Это тоже огромнейший плюс, если честно Но, конечно, я заметила как какие-то положительные стороны Так и отрицательные В общем-то, с минусов это то, что SPF фактора нету, естественно И, как по мне, огромный минус это то, что этот тональный крем не слишком стойкий Я, как вы помните в видео, фиксировала его с помощью пудры И продержался он 5 часов В принципе, сильно никуда не уполз Нету его на моих прыщиках, на крыльях носа В остальных участках все на месте Так вот, если не фиксировать пудрой Мне кажется, он уйдет с лица намного быстрее Не знаю, вытрется, может быть, об одежду Об ваши руки, подушки, телефоны В общем-то, все такое И я думаю, точнее сказать, я более чем уверена Что если с этим тональным кремом попасть под хороший дождь Или хороший снегопад То, мне кажется, этот тональник все-таки поплывет И это будет не слишком красиво выглядеть Это, наверное, самый такой большой минус В остальном все было, в принципе, хорошо Текстура у него такая более кремообразная Но распределяется он довольно-таки легко Быстро, все неплохо Кстати, перекрывать недостатки он не слишком хорошо Но и не слишком плохо В принципе, он сгладил мою кожу Она стала более гладкой Более ровной, что ли Покраснение и мои прыщики Он все-таки немножко перекрыл И их стало не так сильно заметно И это, наверное, довольно-таки неплохо Учитывая то, что этот крем очень бюджетный Прям, ну, очень бюджетный И, честно говоря, я уже немножечко тестировала Много всяких кремов И, в общем-то, могу сказать, что По качеству он, в принципе, не уступает некоторым кремам Которые довольно-таки подороже стоят, нежели он И, в принципе, этот тональный крем Все-таки заслуживает вашего внимания, как по мне Я не скажу, что он очень отвратительный В принципе, довольно-таки неплохой продукт Но покупать его или нет Это, конечно, дело ваше И решать, конечно, только вам В общем-то, вот такой вот обзор у нас с вами сегодня получился Я надеюсь, что вам было интересно Мне, например, было очень интересно В общем-то, если вам понравилось Обязательно ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал Пишите свои комментарии А пока спасибо большое за просмотр Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok